всем привет ребят ну что у нас сегодня очередной обзорщик на герой решил и заснять обзорщик на ледях у потому что многие сейчас по вытаскивают людях с батл пасов из прочего уже по вытаскивали и у многих станет вопрос что же ему ставить мы заодно посмотрим вот такая вот сборочка 1010 снаряга я вот пользуюсь вот таким вот на пвп локациях видите еще ремочка есть вариант поставить отживу то да он у вас плюс в ладошка для фарма будет очень хорош то есть ремочный вариант если у вас есть эмблемы с а если у вас есть ремка и опять же ремочная ремочная сборка такая она и держит в принципе сейчас я вам покажу чё по снаря я то есть здесь есть разные варианты можно собирать на уклонение я не стал собирать так как я редко пользуюсь на данный момент ледяка есть другие герои которые могут заменить но в пвп локациях когда тащит я его собрал частично нас сборка на урон на крит и но надо будет потом переролить поставить ему уклонение на полу по локации чтобы он так быстро не сливался то есть варианты под чарком сейчас давайте так покажу варианты какие початка вот это вот вариант это просто увеличит ему жизни и по сути больше ничего я поставил поле conviction мне очень даже нравится на 5 сборки плюс 40 процентов до фа он не так быстро сливается а он не сливается когда включается могут его чтобы он включился надо чтобы он бежит варианты раньше юзали с доспехом доспех в свое время был очень хорош на сегодня он уже не настолько актуален конечно потому что тут отхил увеличен в два раза еще варианты некоторые собирают его на урон это передача либо победный такие варианты тоже в принципе неплохие если вы собираете домашнего и он не будет конечно вас мега универсальным ну там может будет неплохо такс вот давайте попробуем такую вот сборку плюс ремка сейчас увидите как он улетает на 30 прорывах просто разлетается у него максимальный я показывал я зафармил полностью весь battle pass то есть у него максимальный 10 скин который дает дополнительно плюс 30 к и атаку как видите повышает уклонение и прочее в общем вот так вот поехали начнем с рейдов покажу вам как он себя показывает в рейдах так 23 30 сейчас косма будет бить вот смотрите видите его не так по 200 пробивает 250 но он не дохнет сразу вот вот в чем его плюс вот он все-таки долетел и включился каких-то 20 процентов базы вынес если вы хотите для каких-то там фарм цели используя это лучше конечно же живо плюс водушка ну если это волны там например либо какие-то фарм локации то не везде на битве гильдии конечно же лучше ремка когда стоит потому что водушка он будет набирать энергию вот смотрите в 30 тоже против него вроде казалось бы но он все равно дужил и нормально себе тащит плюс сейчас отхилл будет от питомца хороший увеличенный то есть вражеский феникс его я хоть и миссию если посмотреть это я от чего братки получаю у фрая начала бить но у фрая когда бьет оба может еще раз получится увидеть какую урону фрей посмотрите по 300 выносит но они с друг другом будут воевать поехали в следующую карту чуть-чуть не то выпустил вдвоем с двух сторон так что тут у нас есть фоба землерой к фрэнк вот видите смотритель бьет потом недомогание потом станы и все и его от франка и франк просто уж то даже такая сборка она не особо будет мега мега там прям топовая но она все-таки будет получше чем у вас на нем уже вот посмотрите 70 процентов и вот по 40 фрэнк бьет да если мы выкинем там не знаем кого тут у нас уклонение хорошие на земле ролики ну-ка фобу вот посмотрите фобушка тоже ну варианты конечно есть разные если на пава локации собрать уклонение поставить из со и поставить play dance вариант мы можем но я не буду сейчас ролик уклонение просто поставлю так ради интереса где там у нас by dance закинем такой вариант запустим конечно с таким вариантом у нас уклонений там но он будет нормально держать если единственное конечно будет уклон проходить для этого надо уклонения нормальная на ролик видите недомогание вы слили самое поэтому самая основная его задача как по мне сейчас на сегодня это прожить чем подольше и включится хотя бы один раз если он на битву гильи вы его собираете то в такой сборке он по-любому у вас включится потому что он доживет если мы поставим сюда например ремка полюса живу сейчас девятую закинем вот такой вариант такой вариант тоже в принципе довольно неплохой ну есть куча нюансов есть молчанки и прочее которым уязвим вот тут выкинули он включился а дальше он просто будет недомогание сработало слили вот опять включился такой вариант тоже в принципе интересен но здесь как видите он плюхи получает по полмиллиона то есть тут прилетает бывают такие моменты когда надо чтобы он долетел до цели потому что он не автопрокер мы просто обычные герои то есть если был бы он автопрокер это вообще было бы бесценно а так так как он не автопрокер вот смотрите вроде летит долетел но бывает и дальше надо долететь а его просто сливает ну варианты разные бывают под каждую локацию нос и соя вам скажу так он хотя бы если взять там атаку ту же самую фартован хотят фрейм может пару плюх прилететь и он не сольется плюс и со дает дополнительно тоже жизнь такс можно разные варианты смотреть желательно конечно иметь хотя бы одного а то и двора с разными талантами под каждую локацию так давайте вернем ремочку пойдем посмотрим на полу по локации то есть тут идет речь о том что герой у вас на сегодня должен держать нормальный урон вот видите он имеет иммунитет к молчанию я не помню по моему не каменения что-то другое сейчас я зайду гляну уже даже забыл как но в общем сама суть герой уязвим его можно в принципе застанет забил на русский сервер он станется поэтому вариант отстана тоже какой-то надо уклонение будет побольше он будет получше держать если вы его сделаете с уклоном это в принципе конечно будет стоить немало но с уклоном он тоже хорош либо же на урон собирать где там так обладает иммунитет к молчанию и бедствию вот ну когда щит активен он не может использовать таланты и навыки которые активируются так ему понятный он не дух нет он получает 0 урона ну вот у меня тут точно такая же сборка просто здесь видите у меня живо мне нету просто же здесь девятых на русском сервере вот поехали на полу по локации бьет он кстати довольно таки далеко как видите от центра поля у него реально лучше очень хорошая его сейчас а в основном ребята даже используют на новые локации вот посмотрите он отсюда включается достает даже камеш используют на новой локации сейчас посмотрим урон входящего посмотрите как он медленно проседает с нормальным щитом против огник против тоже ледяха против фрея там землеройка на он держится если был бы у нас ремочный вариант в принципе мы сейчас можем попробовать ремочный вариант давайте так чтобы его не слить держится он очень очень прекрасно тут понятно в такой сборке затащит попробуем вариант ремко плюс живо сейчас увидите просто разницу насколько он быстро просядет вот именно для пола по локации вот ремка живо вот выключился посмотрите на урон который ему он уже больше половины просил то есть следующее включение его солью понятно очень с рестница это не факт вот он резнулся может тоже затащит такой вариант тоже хорош но я все-таки больше склонен к первому там сто процентов верняк здесь тоже он затащит сейчас его сольют а даже не смогли что-то как-то странно ну такой вариант тоже хорош то есть это это в принципе нормально и заднюю если у вас есть опять же если у вас есть 9 живо этого у многих нет поэтому поставите единственный вариант здесь талантом но это три таких самых востребованных собирать его на урон с фактом бессмысленно он бывает не долетает просто даун ключ сам там стесет и такой обзор тоже уже делал но честно скажу меня не особо устроил поэтому я вам показываю то что на сегодня действительно универсально так поехали побегаем по задашки еще поставим вот так вот и тут у меня противники как обычно кого мы сюда кинем землеройку вот зефир второй эволюции как видите его не пробили полностью то есть он добежал он включился и посмотрите что он сделал он практически вынес ему чуть-чуть не хватило чтобы включиться но понятно 30 зефир но он довольно таки себя неплохо показал данной ситуации так а ну-ка тащим тащим то есть такая вариация она намного лучше для pvp режимов то есть он не будет у вас сливаться так быстро мы опять же говорю я говорю про топов на бездонате вариант любой из этих будет хорош единственное что надо это это имеет чтобы он был более менее универсальным потому что многие его используют в разных локациях то есть не чисто вот так вот для за башки там либо для какой-то еще локации ну то есть вариаций очень много отчетом у нас потом сливаться не хотел ну тут откила у нас нет опять вам показываю его одного видите вот пришел парализовали все а сейчас он включился и он фактически там двоих точно снес вас по не знаю посмотрите окне осмо и не все его еще дамажит но он отхиливается за счет смотрителя он тоже в принципе за счет смотр хелиться то есть такой вариант может хорошенько потрепать нервы и реально он не уязвим будет когда включится плюс можно будет отхилить все конечно зависит уже от того какой вы тему ему соберете вот он может держать все таки урон попробуем кинуть его на вторую пачку посмотрим что получится смотрите как блокирует забирает энергию тоже но смотрите продержался 10 секунд все-таки продержался хотя бы понятно мы не должны по идее затащить в общем вот такая вот сборка то есть 10 сока по мне самый оптимальный вариант и вторым талантом поставить оживу там либо ремку и этого вполне вам будет хватать особенно без донатом больше думаю ничего не надо вообще вот так вот пишите комменты ставьте лайки всем удачи всем пока